Малошумная, почти невидимая, с большим запасом автономного хода. Это характеристики новой подводной лодки, которая через 6 лет должна пополнить состав военно-морского флота России. Сегодня на заводе в Северодвинске заложен атомоход, названный в честь уральского города Пермь. Эта субмарина станет в своем грозном семействе шестой. Первая из них, Северодвинск, уже два года несет боевую службу в составе Северного флота. Многие технические параметры атомохода секретны, но то, о чем можно сказать, в репортаже Дмитрия Рункова. Перед началом торжественной церемонии закладки новой подводной лодки ее кормовую часть укрыли плотной тканью. Конструкторские решения, которые используются здесь под грифом, совершенно секретны. Именно технология создания корпуса позволяет этому огромному ракетному крейсеру быть малошумным и практически незаметным для возможного противника. Маленькая табличка о закладке корабля — большой шаг к моменту рождения этого гиганта. Еще за несколько лет до того, как оказаться в водной стихии, субмарина уже получила имя «Пермь». Семейство проекта «Ясень» — она шестая. АПЛ этого типа способны погружаться на глубину до 600 метров, при этом развивает скорость 31 узел — почти 60 км в час. Флоты останутся те же самые. Это Северный Тихоокеанский флот, это флоты океанские. И эта подводная лодка будет решать, в принципе, те же задачи, только с гораздо большей эффективностью. Один корабль этого проекта уже стоит на вооружении ВМФ. Подводная лодка «Северодвинск». На ее строительство ушло около 20 лет. Сказались экономические проблемы 90-х. Но конструкторами был заложен такой потенциал, что и после долгой паузы она одна из лучших в мире. Лодки, которые сейчас строят «Севмаш», в продолжении серии — ее модернизация. За небольшим добавлением к шифру «Ясень-М» скрывается колоссальный прирост боевого потенциала. Мы видим сегодня, как отреагировали наши потенциальные друзья на выход этого корабля. Корабль и сегодня находится впереди планеты всей. Корабль великолепный. Корабль получился достойный. Корабль получился способный выполнять самые сложные задачи, которые на него возложены. Пусть ждут. Пусть ждут. Это закрытые данные, но лодка будет еще более технически совершенной. Всеподводные крейсеры данного проекта многоцелевые. В будущем они станут основой военно-морского флота. На вооружении торпеды, мины, крылатые ракеты, калибр. Свою мощь и эффективность показали во время спецоперации в Сирии. Запущенные в том числе с подводной лодки «Ростов-на-Дону» из Средиземного моря, они точно поразили позиции боевиков исламского государства. Специалисты и руководство «Севмаша» сегодня заверили командование. Все подводные лодки четвертого поколения, которые сейчас строятся на предприятии, флот получит точно по графику. Пермь выйдет на защиту рубежей страны через 6 лет. Дмитрий Рунков, Роман Леонов, Светлана Баркова, Первый канал, Северодвинск.